МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что вы можете предложить вашей станции? Наша областная станция юных туристов в этом году, к счастью, у нас будет ремонт в нашем лагере, капитальный ремонт. Хочу поблагодарить, пользуясь эфирным временем, областной акимат Южно-Казахстанской области, управление образования Южно-Казахстанской области нам выделяют деньги на капитальный ремонт в лагере. То есть на все лето у нас лагерь будет, скажем так, закрытый. Это очень жаль. Да, но зато он дает нам шанс на все, как вы сказали, круглый год заниматься, приезжать, проводить различным характером мероприятия. Но мы на этом не останавливаемся. У нас 1 по 4 июня в нашем лагере, на нашей базе проводится хорошее такое мероприятие. В нем принимают все мои кружковцы, но тем не менее, по желанию, по состоянию здоровья. Около 100 учеников мы уже охват делаем. Будет проводиться туристический, краеведческий поход под названием «Жер-Ана». То есть ученики, кружковцы, руководители, все наши сотрудники, в том числе есть и медицинский работник, это, конечно, обязательно. Есть водители, есть все работники, которые просто заинтересовались. В этом году они будут идти на поход на 2 дня в сторону педагога СО до Ложжерта. В самом начале беседы вы сказали, что лагерь закрывается на ремонт. Значит ли это, что помимо мероприятия, о котором вы только что рассказывали, больше ничего не будет, все, дети будут свободны все лето? Нет, конечно, нет. У нас есть хорошо запланированный категорийный поход с Уссенген. Мы также сотрудничаем с общественным советом КЛАД. Вы, наверное, слышали, клуб любителей активного досуга. Там очень много интересных людей, Ирбула Розалин, Кайрата Сугербеков, Женя Малахов, Марс Седеков. Вот эти люди, они в этом общественном совете, вот они тоже наши стратегические партнеры. Они нам один раз уже помогали в Кушкарате провести, вы, наверное, видели, показывали везде по водному туризму. И теперь вот с Уссенген, они прошли этот путь. Мы с ними совещались вчера по этому поводу. Но у меня есть очень хорошие сотрудники, как Елена Густына-Керхер, Руслан Ибрагимович Нагуманов, Жанку Дайбергенович Махашев. Эти люди, которые, можно сказать, здесь уже столько лет работают, они считают это не работа, для них это жизнь, понимаете, жизнь. Поэтому они у Суссенген, они все лето ходят, все время ходят. Хотя маршрут не из легких. У Елены Густына и дети идут в этот раз. Мы будем обращаться письменно ЧАЭС, конечно, чтобы сотрудники сопровождали, им тоже большую благодарность. Они всегда приезжают, всегда сопровождают, на всех наших мероприятиях участвуют. С рацами, чтобы сопровождали, есть специально обученные дети, которые вот они прошли, они постоянно на выездных соревнованиях, туда без подготовки. Не то что детей, даже взрослых невозможно взять. И наши сотрудники, потому что Елена Густавна взрослый человек, у нее такой опыт хороший. Она, можно сказать, уже наша живая легенда туризма, детского туризма. Вот как она знает, ну, скажем так, по крайней мере, в нашей области детский туризм еще так никто не знает. Это заслуженный турист, инструктор. Также она отличник образования. Это тоже немаловажно. Детей любить бесподобно. Вот Елена Густавна будет со своими детьми, она будет главным инструктором, и будут посещать наши инструктора, наши руководители, педагоги. Почему это делается? Для того, чтобы была какая-то переименствованность. Чтобы они учились у Елены Густавны, как нужно проходить эти тяжелые маршруты, как можно с детьми работать. И учиться надо всему, правильно? Поэтому с этой цели я их отправляю в Сусынгин. Это тоже мы планируем на июнь месяц. На этом, конечно, тоже мы не завершаем. В июне однодневно мы хотим посетить Баралдай. Это древний Казахстан и искусство, история, петроглифи Баралдая. Еще у нас в плане не было, но это вот такая у меня возникла творческая идея. Лето, да, и я хочу задействовать и учеников кружковца, я хочу и взрослых. По мере возможностей, вы знаете, еще года нет, как я директор здесь, да. Вот следующий год я запланировала очень много мероприятий. Очень хороших, креативных, творческих, насыщенных. Там, где, дай Аллах, чтобы свершилось, будут задействованы и родители, и просто горожане, и просто заинтересованные люди, и дети, все, и область, и районы, и город. Но в этом году мы дорабатываем, как бы, вот этот самый, этот план. Ну, еще я хочу порадоваться, что путешествие в Астану, вот такая это была творческая, запланированная идея. У меня было два года назад, мы были в министерстве там, в Астане. И когда вот этот проект предложили, я ее с радостью привезла к себе в организацию. И в этом году этот проект уже заработал полную силу. В каком плане? На всех мероприятиях, соревнованиях, фестиваль, конкурс, конференция, я всегда детям озвучиваю. Победители едут в Астану за счет организации, три дня бесплатно путешествия, экскурсия, питание, проживание, и проезд бесплатно. Вы представляете, вот летом просто взять, поехать бесплатно, при этом их будут встречать также наши коллеги, Астанинская станция юных туристов, и их будут три дня возить по всем интересным местам города Астаны, столицы нашей. Вы знаете, Астана с каждым годом, с каждым месяцем, он все лучше, лучше, с каждым днем меняется. Поэтому для детей это была такая мотивация мощная, я это видела. На всех соревнованиях, когда я приезжаю в лагерь, я говорю, дети, первое место, кто занимает, вся команда поедет в Астану. Это была, как говорится, такая мощная мотивация, дети до победного конца, до потери пульса, за это первое место дрались, честно сказать, и побеждали самые сильнейшие. Здорово. Вот сейчас наверняка нас смотрят уже и дети, потому что каникулы, слава богу. У них, возможно, возник вопрос такой. Можно ли прийти и записаться? Куда нужно прийти? С какого возраста вы принимаете? Очень хороший вопрос, Саида, спасибо вам. Вам спасибо. Действительно. В сентябре у нас будет идти запись. Даже сейчас можно обращаться. Вот у нас старое здание, Саида, куда вы девочкой маленькой ходили, он сейчас у нас закрыт, то есть после 2017 года начинается там капитальное строительство. Капитальное строительство. Строительство уже на месте старого здания. Я уже ее вижу в большой, современной, красивой, с красивым, современным скалодромом, трехэтажное здание. А пока мы арендуем помещение, нам управление образованием предоставило помещение. Это у нас находится по Алиам Молдогулова, 41А. Телефон контактный я могу оставить вам. Озвучите, пожалуйста, и слово. 56 18 07. Еще раз повторяю, 56 18 07. Не тяжело. Запомните, звоните. У нас будет секретарь, она на все вопросы с удовольствием ответит. Если даже не дожидаясь сентября, можно подходить родителям, взрослым, даже самим детям подходить и записываться на наши кружки секций. И у нас в этом году 75 кружков было под разными названиями. У нас три отдела. Туристическо-спортивный, краеведческий, экскурсионный. Около тысячи детей, городских школьников мы охватили. Но по всем мероприятиям, которые мы проведали, сейчас мы статистику подводим, да, если я не ошибаюсь, около 4,5 тысяч детей мы уже охватили. Если не больше, это вот я накануне смотрела, еще до конца не доводили. Вот такое мощное сейчас идет движение в детском туризме. Но все занятия в кружках бесконечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok